Всем привет, дорогие друзья! С вами Феостон. Это очередное видео, посвященное игре Кризис ВКонтакте. Итак, друзья, у нас 3 дня, 11 часов до завершения ивента. В общем, надо поторапливаться, выполнять миссии. Тем более, что, как мне кажется, не за горами ивент в другом проекте от RG Games, в котором я играю. И не хотелось бы работать на два фронта. Так, ну что ж, у нас есть двушка. Прогноз погоды. Так, давайте приступим. Поддержек. Попробуем без поддержек. Оставим их на трешке. Я, в принципе, помню, как я проходил эту миссию в прошлый раз. Ну, посмотрел, освежил память, что это за миссия. В общем, три танка. Простой танк-молот. Здесь будем использовать парочку. Можно, кстати, вот, наверное, взять... Смотрите, сколько у нас пехоты. Можно одного медика вроде как взять. Но, с другой стороны, это всего лишь двушка. Медика можно и на трешку какую-нибудь оставить. Он нам там где-нибудь еще может пригодиться. Особенно, если будет какая-то миссия от обороны, где он смог бы неплохо лечить. Хотя здесь вот пехоты, ну, такая приличная колонка. Так, ну ладно, возьмем. Возьмем одного снайпера или... Так, ну ладно, возьмем. Почему нет? Если у нас будут какие-то сложности с трешками, я думаю, мы там за жетоны где-нибудь сможем снайперш купить, если они нам все-таки понадобятся. Ладно, буду надеяться, что с таким составом мы с этой миссией справимся. Так, ладно, начали. В общем, что я помню? Вот здесь стоят два Борова, здесь появятся... Или где там водители, короче, в них сядут, поедут. Надо будет с ними сражаться. А всех воинов я, насколько помню, я отправлял вот сюда на угол. Изначально слал сюда одного снайпера, чтобы, ну, там выбить маленько бойцов, которые будут сразу появляться на спауне. Не знаю, хорошая это идея или нет, но в прошлый раз я ее использовал, и будем использовать ее снова. Так, ну что, пошел снайпер. Пошли пулеметчики на угол. Наверное, сразу, прям незамедлительно, танк. Я не помню, в каком порядке я высылал наши войска. Пехота. А, еще пехота. Снайпер. Вон, смотрите, наш снайпер тут отстреливает помаленьку врагов. Эх, не успел никого пристрелить. А счастье было так близко. Если бы он с одного выстрела их убил, то они бы даже не сели. Что, и что, никого не задело? Дайте нам облако им кинуть. Блин, вот же взялось. Блин, не успел. Танк, сделай залп. Блин, танк, конечно, живуч, но бьет слабо. Ну что сказать, ребят, все совсем плохо. Тут явное поражение. Ладно, будем сейчас пробовать переигрывать. Нет, должно что-то получиться. Сейчас попробуем. Погодите. Так, ну что, ребята, пробуем еще раз. Вообще, вот по идее, вот это два водителя, которые садятся в авто. Я не знаю, если я вышлю на них пулеметчиков, они успеют их убить? Так, ну и следом снайпера. Следом танк. Следом еще снайпера. Следом пехоту. Не знаю, сейчас пойду через этот угол. Сейчас, смотрите, подходят пулеметчики, дают очередь. Снайпер убивает одного. Что, одного Борова у нас на поле боя не будет? Так, снайпера убивает второго. А нет, Боровы все равно вступают в бой. Им не важно, дойдут эти ребята до них или нет. Так, хватит трогать наш танк. Помогаем пулеметчиками. Дымовая завеса. А, ну смотрите, они вроде без водителей, не едут вперед, да? Или мне кажется, они просто встали на месте и никуда не двигаются, потому что до них водители не дошли. Мне так кажется. Но они при этом все равно больно заряжают. Так, ребята. Ребята, лечитесь. Танк у нас живучий. Так, отлично бьет по вражеской артиллерии. Так, сюда пошлем сейчас пулеметчиков. Хотя тут же вражеский снайпер. Что, она сейчас всех этих пулеметчиков одного за другим отстреляет. Зря. Сейчас мины подрываются вместе с нашими войсками. Ребят, не знаю, что делать. Танк, танк, бей, бей, бей. Танк, живи. Делай что-нибудь. Остался один отряд пулеметчиков резервы. Не знаю, что с ними делать. Так, танк. Добивай Борова. У моих танков слишком слабая атака по технике. Так, отлично. Один пехотинец всей мины сгреб. А, блин, не все тут еще от второго Борова. Сейчас эти мины нам полностью все войска убьют. Почти половину здоровья танку снесли. Ну, ладно. И что у нас осталось? У нас остался один вражеский снайпер. Да, через этот угол было неплохой идеей пойти. Да, и я вспомнил. Раньше просто этот снайпер справлялся с этими водителями, наверное, с одного выстрела. И успевал их двоих убить. А в этот раз он просто не справлялся. Если бы там была элитная снайперша, она бы, наверное, успела их убить. Ну, в общем, вот таким вот образом мы прошли эту миссию. Ничего особо сложного. В общем, забираем награду. Так, забираем награду. Делаем небольшой дозаказ войск. Чтобы пока мы там на миссиях, они у нас клепались. Так, что у нас по танкам? По танкам материалов нету. По скатам. По скатам тоже все произведено. Ну, ладно. Тогда, друзья, у нас тут три трешки остается. Ну, давайте подумаем, с чего начнем. Давайте вспомним все эти миссии. Момент истины, чистка и огонь. Ну, что ж, друзья, что хочу вам сказать. Я сейчас посмотрел свое старое видео. Кому интересно, это 33 выпуск, когда я проходил этот ивент еще давным-давно. Ну, начинал я тогда с миссии агония. Давайте я сейчас буду примерно повторять свои шаги. Все-таки они когда-то давали результат. Хотя тогда были и враги другие, и войска другие. Ну, ладно. Знаете, что мы сейчас возьмем? Не самую большую поддержку. Я думаю, возьмем МП-бомбардировку. И не знаю. Либо поддержку артиллерии, либо кассетную бомбардировку. По полной тратиться не буду. Кассетная хороша против пехоты. Там пехоты немало. Артиллерия тоже неплохо. Так. Ладно, возьму вот так. Чтобы мне данных хватило на все трешки. Надо где-то экономить. Попробую так. Только, знаете, так, специалистов надо взять. А я даже не знаю, есть у меня там деньги или нет. У нас есть в запасе один увеличивает урон легкой пехоты. Нет. Знаете, что мне надо? Мне нужны аптечки. Мне нужен урон активных умений легкой пехоты. Да, это мне тоже надо. Потом, я думаю... Так. Я думаю, мы сейчас возьмем с собой механика. Чтобы он сразу у нас на все три миссии был. Да, где-то у нас элитная техника явно понадобится. И надо будет и лечить. Единственное, что он всего на три битвы. А это значит, что все миссии мне надо проходить. Ну, как бы не с первой попытки. Но мне надо сразу выбирать такой расклад войск, который справится с этой миссией наверняка. Так, ну и кого еще возьмем? Урон активных умений тяжелой пехоты. Урон всей пехоты. Здоровья всей пехоты. Давайте возьмем... Ну, либо здоровья всей пехоты. 6% под аптечки. 6% это, конечно, не особо, чтобы много. Либо радиус действий активных умений. Пехоты. Чтобы ребята дальше кидали свои РПГ. Да, по танкам и по прочему. По солдатам. Ну, это вроде как на один шаг раньше, да? Или 6% здоровья. Ладно, возьму вот этого парня. Надеюсь, что он нам поможет. Так, что тут у нас еще? Один танк, парочка скатов. Благо, я его успел прокачать к эвенту на максимальный урон по технике. Хотя по пехоте он до сих пор бьет довольно слабо. В прошлый раз я проходил эту миссию с помощью гаубица затмения. В этот раз мы пойдем наверняка с Т-97. Я думаю, так будет попроще. Сколько у него урона? 14 тысяч по технике. У затмения 11 тысяч. Хотя я его даже не знаю. Это 11 тысяч для вот этого одного разряда, который прилетает. Но их у нее падает 3. Могут сразу 2 задеть. Не знаю. Но у этой и здоровья больше. Смотрите, у моего затмения даже урон по пехоте выше. Слушайте, это даже меня заставляет задуматься. А хороший ли вариант брать Т-97? Ладно, бог с ним. И возьмем, знаете, кого еще? Мы можем взять либо лекарей, медиков. Либо можем взять, можем взять мстителей, можем взять ястребов. Там будет, по-моему, боров. Вот 8 тысяч урона нам бы, в принципе, не помешало. Ладно, возьмем. Возьмем. Возьмем ястребов и будем потом пенять на себя, если у нас ничего не выйдет. Но все должно получиться, ребята. Просто обязано. Так, 3, 2, 1, поехали. Ну, вот этих, ребят, надо сразу какими-то пулеметчиками сшибать. А у нас пулеметчиков нет. В прошлый раз, мне кажется, я даже не помню, что я брал. Мне кажется, я брал десант, который их вырезал или что-то в этом роде. Так, ну ладно, мы сейчас ставим гаубицу. Все равно ее отлечит наш механик. А потом сразу выводим простых пулеметчиков. Так, а у этих, ребят, снайпера, найдите вам облако и идите, подходите поближе, да? Вы же так далеко не сможете из облака бить. Так, я не знаю, отправить танк на передовую или попробовать сыграть от обороны. Так, а кто по нам заряжает? А вот кто по нам заряжает. Ну что, справитесь с ними? Не надо тут соската бить. Не, похоже, не справится. Надо было их соската все-таки накрыть. Они нам уже артиллерию снесли. Все, первая попытка вообще абсолютно никудышная. Ладно, ребята, ну что ж, сейчас будем мучить, но... Начало, конечно, плохое, но, надеюсь, справимся. Так, ну что, друзья, могу сказать. Вообще, миссия оказалась гораздо сложнее, чем я предполагал. Не знаю, я уже целую кучу попыток пробовал. И так, и этак. И даже вот сейчас уже начинаю изобретать какие-то экстравагантные варианты прохождения. Ну там, например, отправить артиллерию в верхний левый угол. Или там в нижний... В нижний. Вот в нижний сейчас пробовал, вообще плохо вышло. Сейчас попробуем через верх поиграть. Может быть, тогда что-то сложится. Так, танк отправил на свободу. Может быть, следовало его об артиллерию запереть, чтобы они от... Ну как, от обороны работали. Пока не раскидают вверх. А потом уже куда-то дальше двигались. Хотя нет, зачем. Пускай едет вперед. Так, у нас тут низ подтягивается. Вот вам, ребята, соскатов по артиллерии. Так, танку уже нехорошо. Так, давай мы тебя вместе с артиллерией заденем, полечим. Хотя артиллерия здорова, ей пока что такая помощь не нужна. Вот эта еще способность не очень нравится. Если ваши враги... Войска могут достать до врага, то вы как бы им маячите, что бить надо эту цель. Это особенно хорошо в этой миссии, когда надо там дальнюю артиллерию вывести врага сперва, а потом уже бить другие войска. Ну вот, как видите, ребята, мне просто какой-то огневой мощи не хватает. Меня со всех сторон закрывают. Все, артиллерия просто так стоит. Я ничем не могу ей помочь. Как-то у врага слишком много войск. Мне нечем их сдержать. Я не знаю, может быть, если бы у меня был более прокачанный танк с неплохой атакой по пехоте хотя бы, он бы мог как-то этот натиск ну хотя бы приостановить. Да, в итоге, ну ничего хорошего. Ладно, давайте попробуем какой-нибудь другой вариант развития ситуации. Вот, вообще, ребята, думаю, что эту миссию было бы проще, наверное, с Боровым сделать. Смотрите, я такой странный вариант сейчас использую. Отправляю артиллерию вперед, чтобы она маленько потанковала. Вот дело в том, что я с этими войсками никак не могу быстро справиться. И они у меня начинают раскидывать мои другие войска. Вот артиллерия пошла танковать, ее все равно механик отлечит. А мы выпускаем другие войска, чтобы снести эту группу врагов. Так, и по-быстрому танк. Где там артиллерия? Здесь, да, я ей сказал пришвартоваться. Но вот пускай танк где-то рядом с ней остановится. Не знаю, ну и тут остается только надеяться, что у нас огневой мощи хватит, что когда там будут появляться в центре вражеской артиллерии и вражеские боров, что мы сможем их как-то сдержать. Так вот, поторопился со скатом. Хотя, с другой стороны, не дал вражеской артиллерии успеть сделать первый зал. Так, у нас танк уже разбирается. Надо срочно, срочно лечить. Так, нет, давайте сначала скажем, ребята, бейте артиллерию. Да. Так, а теперь срочно лечить. Так, ну все равно, вот у врагов такой натиск, у меня просто не хватает, не хватает урона, чтобы их всех быстро снести. И артиллерия, ну, как-то по 450 ее дамаги слишком мало, чтобы сдерживать натиск врага. Но вот опять, друзья, как видите, не слава богу. Мне кажется, сейчас многие думают, один из 101, что ты творишь? Какая отправка артиллерии в центр? Какая отправка артиллерии в боке? Что за ерунда? Действую просто от обороны и все. Ребят, ну, вот я вам показываю. На самом деле, я действовать просто от обороны в центре пробовал кучу раз. Никаких результатов это не дает. Ну, вот вам одна из таких попыток. Так, не, никак не получалось. Там можно, конечно, было попробовать сейчас танк вывести вперед, чтобы сдерживать подход, ну, войска на подходе. Я все это, ребята, пробовал. И так, и этак, и иначе. Но вот мне просто огневой мощи не хватает всех моих войск, чтобы остановить врагов. Они наседают, прямо жутко наседают. Кстати, неправильно использовал в этот раз третью способность. Надо было ее оставить, чтобы сконцентрировать огонь нашей артиллерии на вражеской. Так, давайте тут троих со ската. Так, ребята, вас уже пора лечить. Ну, вот видите, у нас уже почти осталась одна техника и никаких войск. А целая куча вражеской пехоты. Нам просто не хватает мощи. Может быть, если бы у нас был медик, ну, не, все равно бы нас издалека тогда закидали, застреляли всякие снайперы и прочее. Не, ну, может быть, медик помог бы, да, если бы мы от обороны стояли в центре, еще бы медик их всех лечил. Это был бы, как бы, неплохой вариант. Ну, а в итоге, в итоге, в итоге, друзья, в общем, не знаю, я сдался. Я считаю, что вот при той выкладке войск с той поддержкой, которую я сейчас избрал, ну, никак не пройти. В общем, надо будет, наверное, попробовать сейчас какие-нибудь другие миссии, прикупить себе Борову, и тогда уже пробовать проходить эту миссию, ну, при другом раскладе. Ладно, давайте, вот, появитесь все, кто только можно. Сейчас подождем, и вас одним мощным ударом накроем. Так, ради интереса. Так, и последний отряд. Кто там в последнем отряде? Еще солдаты. Ну, давайте, вот, по этому пятачку ударим. Ну, и все, последний предсмертный крик. Давайте, ребята, в атаку, на смерть. Ну, вот и все, я смирился. Иду на базу. А, ну что ж, друзья, вот такой, к сожалению, фейл. Эта миссия оказалась сильнее меня, поэтому надо, надо что-то менять. Я вообще ожидал, что трешки окажутся проще, но вышло иначе. Ладно, друзья, у меня есть 2000 золотых. Еще, наверное, с прошлого видео заметили. В общем, я их все-таки потрачу. Может быть, это мне как-то поможет. 420, 455, 9900 урона. Максимальный 20-й, да, 10900. С каждым уровнем прокачки, плюс 1000 урона, только золота все больше и больше. Я бы еще огонь на подавление подкачал, а то они как-то слишком слабо по пехоте бьют наши пулеметчики, да. У них простой урон уже 642, а огонь на подавление всего 400. Плюс 55 урона по пехоте. Неплохо, мне кажется. А, еще, да, плюс 55. Так, ну и еще разок. Вот как-то так. Потратили мы свои деньги. Так, что теперь? Теперь, я думаю, ребята, я начну все-таки тогда с миссии чистка. На агонию, я думаю, попробую потом прикупить в магазине Борова, если, конечно, сейчас справимся. Но я попробую выставить, не знаю, наверное, все самое лучшее, что у нас есть. Во-первых, поддержка у нас будет максимальная. Все, я теперь без максимальной поддержки, наверное, никуда не пойду. Так, пулеметчики, пехотинцы. Теперь, что касается наших отрядов, десантник, 325 урона по пехоте. Как это, как это мало, я не знаю. Он командой и то больше заряжает. Так, ну мы возьмем, как ни странно, мы возьмем одну гаубицу затмения. И, наверное, мы можем вообще взять Т-346. 12 тысяч здоровья, 22 тысячи урона по технике, 1100 по пехоте. Да это вообще просто монстр. Так, ладно, я надеюсь, я попробую его оставить на потом, а в этой миссии справиться с помощью... Блин, ну опять сейчас скажете, набрал всякого фуфла, который нисколько не справляется. 59 тысяч урона ХП. У этого 120. Так, ну а если мы возьмем жнецов? Они уже устаревают, но при этом они все-таки неплохие, да? 550 по пехоте, 12 тысяч по технике, 6 тысяч здоровья. Допустим, вот так мы возьмем. И, допустим, что еще, допустим? Из легкой пехоты. Можем взять Мстителей. Да, почему бы и нет. Так, ну и ладно, что нам скажете? Хватит нам вот этого урона? Или все-таки нам надо брать Т-34БФ? Так, ладно, знаете, ребята, я буду лишь надеяться. Я хочу все-таки сохранить этот танк и попробовать уже с его помощью пройти другие миссии. Это, надеюсь, будет проще. Но я не знаю, если я сейчас с вот этими войсками не справлюсь, можете меня, ну, я не знаю, прямо тут закопать. Все, друзья, я не знаю. Похранить меня и больше, вот, больше вообще мои видео не смотрите, если я сейчас оплошаюсь и этими войсками не пройду. Так, 3, 2, 1. Ну, в общем, я буду пробовать, как и в прошлый раз, использовать тактику запирания об угол. Так, что сначала войска послать или артиллерию сразу вывести, а потом уже войска. Давайте, наверное, начнем с артиллерии. Надеюсь, ничего и не будет. Хотя, вот она у нас довольно-таки слабая, да, наверное? Ну, не такая стойкая, как другие. Кронос, как ты далеко бьешь? Не, надо было начинать с кроносов. Дайте пережить артиллерию. Так, артиллерия у нас уезжает. Этого мы от нее вообще не ожидали. Да, надо было начинать, надо было начинать с артиллерии. Так, вообще не годится то, что сейчас здесь творится. Они же нам сейчас артиллерию подорвут. Ребята, все сюда. Все бить вот эту вот толпу. Так, все, нашей артиллерии не стало. Начало вообще никудышное. Но при этом у нас пока что перевес на нашей стороне. Слушайте, ребята, ну что-то чудное тут творится. Я вообще хотел совсем другого результата. Но, видно, я такие сильные силы взял, что даже вот при таком раскладе мы справляемся. Я вообще хотел, чтобы артиллерия стояла здесь в углу. Об нее был заперт танк-молот. Они тут как бы отстреливали этот угол и били по другим. Боровы, чтобы подошли сюда и как бы, ну, совсем другого я ожидал расклада. Но прошел куда проще, чем, в общем, думал. Даже мог бы даже какие-то войска, наверное, сэкономить. Ладно. Ну что ж, это не может не радовать. Теперь я в магазине прикуплю себе прикуплю себе Боровов. Хочу как-то за их счет попробовать другие миссии. Тот же момент истины и ту же агонию. Так, ну что скажете, друзья? Начнем, наверное, с момента истины, да? А, нет, не начнем. У нас еще один день 10 часов до того, как она откроется. Тогда придется все-таки мучить агонию. Я думаю, ох ты, нам даже на полную поддержку. Смотрите-ка, не хватит. Либо десант, либо кассетная бомбардировка. Либо, как вариант, я думаю, попросить еще данных у других игроков и взять себе действительно полную поддержку, потому что миссия какая-то просто просто жуть. Так, ну вот, друзья, полную поддержку взял, не знаю. В общем, надеюсь, что при полной поддержке справимся. Так, здесь все понятно. Пехотинцы, пулеметчики, танк, это все ясно, скаты. Ну, тут самое мощное выкладываем. Вот теперь у нас стал вопрос, что нам взять. Так, можно взять один отряд Мстителей, на мой взгляд. И из элитной техники можно вообще взять вот этого парня или Борова. Смотрите, сколько он. Боров наносит 1300 по пехоте, этот 1100 наносит, 22000 по технике, 120 тысяч здоровья, у Борова 130. После него остаются мины, и он поглощает 50% от огня, артиллерии и гранат. Но так как у врага здесь много артиллерии, то иметь защиту от артиллерии это очень круто. У этого танка, что экипаж быстро проводит комплексный ремонт поврежденных узлов. При поглощении серьезных повреждений, получении серьезных повреждений, танк периодически восстанавливает 40% брони. Это круто, еще с учетом того, что у нас есть элитный механик и 40% восстановления, но это, знаете, это все равно, что у этого 50% поглощения, у этого 40% восстановления, использует термитные снаряды для поджога бронетехники врага. Тоже звучит неплохо. Метким выстрелом подрывает боезапас вражеской техники. Он такой, знаете, он такой, вроде как, звучит как терминатор против техники. Нам тут все-таки больше с пехотой и, ну, я не знаю, я попробую все-таки с помощью Борова эту миссию пройти. При полной поддержке, думаю, должны справиться. Тем более, что мы еще отряд мстителей выставили. Ну, в общем, не знаю. Парень толстый, плюс механик, плюс защита от артиллерии и гранат. Мне кажется, это все, что нам нужно, чтобы победить. И, к тому же, он отлично вырезает толпы простых солдат. Не, я думаю, Борова будет вполне достаточно. А вот этот вот модный танк, который нам дали, по-моему, в честь праздника 9 мая, если мне память не изменяет, ну, он нам пригодится в какой-нибудь миссии, где много техники, какой-нибудь жесткой, толстой, допустим, где против вас там по 3 Борова или что-нибудь такое, ну, где надо перетанковать вражескую технику и уничтожить. Вот такое мое мнение. Так, ну что, ребят, начали. Я думаю, может быть, с первой попытки конечно и не справимся, но потом раз за разом должны что-нибудь придумать. Наверное, сразу высадим Борова, пускай он сразу эту толпу и расстреливает. Тем более, он примет урон на себя, там его потом попозже механики отлечат. Так, пехоту пока можно не торопиться высаживать, хотя можно кого-нибудь высадить куда-то. Ну, я не знаю. Наверх не хочу, потому что там вон снайперы идут. Нанизу тоже снайпера, но в поддержку Борова пускай отправится. Не знаю, может и неправильно было использовать скат именно сейчас. Так, ребята, подойдите поближе, что вы там бьете издалека. Сосредоточьте огонь на артиллерии. Так, Боров там у нас спокойно затащил в это время низ. Так, у нас тут вражеская артиллерия. Сейчас там еще Боров должен появиться вражеский. Давайте подождем. Не дождемся. Ладно, не дождались. Хочу нашего Борова спасти, потому что если его быстро передамажат, будет плохо. хол. Так, вражеская артиллерия еще вышла. Вот возможно для них надо было скат оставить. Ладно. Так, пехота, идите уничтожайте вражеского Борова. Главное не дайте нашему помереть. Пускай его там механик лечит. Блин, его закидывают прям без остановки. Не, ребят, с первого раза не справились, но согласитесь, результат вот куда лучше, чем все, что у нас было до этого. В общем, я сейчас переиграю и покажу вам выигрышный результат, потому что мы точно добьемся победы, нужно просто что-то маленько поменять местами, как-то переиначить все. Ну и скат, наверное, вот там в самом начале на две артиллерии, ну может быть и не лучший вариант, хотя может и хороший, там убить их пораньше, прежде чем они нам войск снесут. Не знаю, посмотрим. В общем, что-нибудь придумаю. Так, ну что, друзья, я уже сделал несколько попыток, надо сказать, каждую из них комментирую, в надежде, что она будет последней, и именно она попадет в видео. Ну, что хочу сказать, я вот постоянно пытаюсь Борова отправить наверх, но он, у него свой интеллект, он обычно идет туда, где враги ближе, отправляется на низ. Сейчас я попробую сделать такой небольшой ход конем. Борова мы отправим наверх, но сделаем небольшую поправочку. Мы отправим на низ пулеметчиков, пускай они, ну, как бы, если так можно выразиться, попробуют отвлечь внимание врагов, чтобы Боров с ними не дрался. Ну, как бы, пулеметчики пойдут на низ драться, а Боров поедет наверх. И не будет отвлекаться на низ, потому что их отвлекут пулеметчики. не, похоже, не получается. Субтитры создавал DimaTorzok Так, танк нам все-таки уничтожили. Ребят, убейте хотя бы вот этого снайпера. Так, кажется, попытка действительно неплохо вышла. Боров полностью живой. Тут еще войска есть. Сейчас вот эти ребята его закидают. Сейчас там у врага еще артиллерия высадится, но при живом Борове и при войсках еще можно, наверное, справиться. Да, мины нам тут, конечно, доставили неприятностей, но это все ерунда. Да, друзья, наконец-то прошел эту миссию. Ну, не знаю, попытки, наверное, 3-4 было неудачных за кадром. Так, ну и все. Последнего снайпера осталось снести. Так, ну вот и отлично. Еще 3 жетона, друзья. Ну, забираем нашу награду для... Следующей миссии нам еще надо подождать. Хоть я и так подождал, чтобы собрать данные, но еще 16 часов времени. В общем, в следующем выпуске увидите, как я прохожу момент истины. Ну, а я на этом попрощаюсь. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.